Добрый день, в эфире спецправия «Пограничная зона». У нас в гостях сегодня народный депутат Верховной Рады Украины Виктор Еленский. Спасибо за участие. Вы прибыли в Грузию на фоне довольно сложных событий, назовем это так. Здесь проходила межпарламентская ассамблея православия, так называемая. В первую очередь, давайте скажем зрителям, которые сейчас наблюдают за всем происходящим. Как я знаю, вы все-таки покинули в итоге эту ассамблею. Почему вы ее покинули? Как развивались события? В этом году впервые за многие годы украинский парламент сформировал делегацию на заседание межпарламентской ассамблеи православия для того, чтобы донести до народов православной культуры, мнение нашего парламента о православной солидарности, о том, кто ее, эту православную солидарность хочет растоптать, о тех принципах, которые мы хотели бы положить в основу парламентской ассамблеи православия. И я прибыл для того, чтобы апеллировать с этим призывом к парламентариям из Болгарии, Грузии, Белоруссии и из других стран православной культуры. Но когда началось заседание ассамблеи, то группа грузинских парламентариев очень энергично начала протестовать против присутствия российской делегации вообще и особенно против присутствия депутата Гаврилова, который является председателем этой межпарламентской ассамблеи православия и который, как оказалось, принимал участие в войне против Грузии в Абхазии. Все это заявляют, он сам отрицает. В любом случае грузинские депутаты сказали, что они не позволят, чтобы этот персонаж сидел в кресле спикера грузинского парламента. Делегаты ассамблеи выехали в отель и когда они выехали в отель, перед отелем было много протестующих против российской делегации и, естественно, для меня было более природно быть с этими людьми, чем с делегатами ассамблеи. Я высказал свое мнение перед присутствующими о задачах этой ассамблеи, о том, как я понимаю межправославную солидарность, о том, как я понимаю принципы работы этой организации, о недопустимости прикрывать православием, верой семи соборов, неразделенной церкви, прикрывать агрессивную политику, которую проводит Россия против православных же народов Молдовы, Грузии, Украины. И, воспользовавшись случаем, передал грузинским верующим и вообще всему грузинскому народу наилучшее пожелание от предстоятеля православной церкви Украины, блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины, эпифания, которую он попросил меня передать накануне моего отъезда. Сейчас все задаются вопросом, почему случилось, что случилось в Украине, в Верховной Раде. Может какой-нибудь депутат Госдумы Гаврилов обсуждать православие или что-либо еще? Мы говорили об этом с членами греческой делегации, и я сказал, что, очевидно, такая ситуация была бы невозможна в Украине, потому что этих людей просто бы в страну не пустили. Я понял. Ваше послание, которое вы хотели сделать в рамках вот этой ассамблеи, оно касалось автокефалии? Оно касалось... Я более чем уверен, что автокефалию православной церкви Украины признают все православные церкви, так как они признали автокефалию грузинской, сербской, румынской, русской, чешской, кипрской и всех других церквей. Речь шла о том, что мы, православные народы, должны явить свою солидарность не в потакании попыткам агрессора подчинить себе православные народы, а в общем стремлении оказать отпор агрессору. И хотел напомнить, что если наш народ, то есть украинский народ, и вынес какие-то уроки из Второй мировой войны, из послевоенного периода, то этот урок состоит в том, что агрессора невозможно ублажить. Он должен быть остановлен. И от народов православной культуры в большой степени зависит, сможем ли мы это сделать. Если говорить о других уроках, которые касаются народов православной культуры, то принцип «ничего у нас без нас» должен стать основополагающим в их внешней политике. Мы не можем ждать и ожидать, и допустить, чтобы так называемые великие державы решали что-либо о нас и за нашей спиной. Вы, как я понимаю, хорошо разбираетесь. Это ассамблея, президент этой ассамблеи, я так понимаю, что так называется должность руководителя. Он выбирается на какой основе? Это ротация или в чем? Почему сейчас это говорило? Эта ассамблея была создана четверть века тому, и в ее основу тогда был положен принцип доминирования двух делегаций. Российской и греческой. Российской, потому что якобы Россия единственная страна православной культуры, которая является членом Совета безопасности ООН. А Греция, потому что на то время она была единственной страной, которая была членом Европейского Союза. Естественно, этот принцип устарел. Так, и даже 25 лет... То есть там, извините, президент то от Греции, то от России или как это происходит? Нет, президент от России, а генеральный секретарь от Греции. То есть всегда президент от России? Всегда россияне и греки находятся в руководящих... С религиозной точки зрения межпарламентская ассамблея православия, которой президент, член коммунистической партии, это вообще логично? Ну, это не просто нелогично, это вообще дико. Ну, дико многое, что происходит в русской православной церкви, которая полностью идет в фарватере политики Кремля, полностью. И когда Украина в течение прошлого года столкнулась с проблемой признания ее автокефалии и дарования автокефалии, то Украина имела дело не с Российской церковью, а с Российским государством. Российское государство организовывало объезды православных столиц в стремлении торпедировать, как они говорили, украинский сценарий. Российское государство организовало подкуп греческих митрополитов и двое дипломатов были высланы из Греции в прошлом году. Российское государство организовало взлом почтовых ящиков константинопольских митрополитов. Российское государство созвало Совет Безопасности с одним-единственным вопросом в повестке дня об автокефалии православной церкви Украины. То есть это вопрос совершенно не церковный, это вопрос геополитический, и Россия никогда этого не сказала. Вопрос, который сейчас задается, и мне коллеги тоже звонят из России, очень многие журналисты спрашивают, даже такие, демократически настроенные. Почему посол Украины, например, позавчера покинул? Почему вы, как представитель украинской делегации, высказали, так сказать, и хотели высказать свой протест участию? И почему российская сторона, значит, участвует в этой ассамблее? Как бы вы коротко объяснили, в чем у Украины, в принципе, неважно где, в Грузии на заседании, в Украине, в других странах мира, проблема с Российской Федерацией? А то вот не понимают. Ну, у нас нет проблем с Российской Федерацией, кроме одной. Россия начала против Украины войну. Россия оккупировала украинские территории. Россия признана международным правом оккупационной силой. Россия каждый день на линии фронта украинские войска теряют своих сыновей и дочерей. Если это можно назвать проблемой, то что такое война? Это настоящая война, которая ведется Россией по всем фронтам. Церковный фронт один из них, между прочим. Еще один фронт, это информационная война, которая ведется беспрестанно. Кстати, в начале самой этой открытия, этой конференции, одна из участниц из Литвы, у которой не показывают российские каналы, говорит мне, послушайте, я только что посмотрела российское телевидение, там все об Украине. Там все об Украине. Но мы-то знаем, что 89% всех ток-шоу, которые осуществляются на российском телевидении, посвящены Украине. То есть эти все люди, организаторы информационной войны, Киселевы, Соловьевы и другие, которых, кстати, регулярно награждает патриарх Кирилл церковными наградами, они несут непосредственную ответственность за гибель своих же граждан. Потому что, насмотревшись ужасов о фашистской хунте, тысячи и тысячи людей из Екатеринбурга, из Петербурга, из других городов поехали на Донбасс воевать против Украины. Они просто накачивают, они накачивают в эти 89% они накачивают российское население ненавистью к Украине. Вы только что сказали про то, что патриарх Кирилл награждает людей, которые несут, так сказать, пропаганду распространяют в эфирах. Есть много других фактов, были выступления патриарха, когда еще только начиналась война и был Крым в поддержку действий российской власти и прочее, прочее. В принципе, вот в этой ситуации, которая сложилась сейчас, насколько есть смысл собирать эту ассамблею, какое ваше отношение, что она проходила в Грузии, где тоже есть проблемы оккупации, войны и так далее, приехала эта делегация сюда. Как вы к этому, в принципе, относитесь? Я отношусь к этому таким образом, что православные народы, их представители в парламентах должны возвысить свой голос против войны, против агрессии, против оккупации. Вспомнить о том, что они православные народы, что православие – это религия мира, что это религия неповрежденной веры семи вселенских соборов, неразделенной еще церкви. И указать тем людям, которые начинают эту агрессию, которые проводят эту агрессию, которые убивают своих православных братьев и сестер, указать на глубину их греха, как православных или тех, кто считает себя православным. И парламентскими методами поставить межпарламентскую ассамблею православия на службу миру, а не прикрытие российской агрессии. Это означает, что она должна перестать быть в том формате, который вы сказали, Россия и Греция? Да, безусловно. А какой вариант должен быть? Должен быть вариант, может быть таким, что на сессиях выбирается президиум из представителей стран православной культуры, во-первых. Во-вторых, страны православной культуры, которые осудили оккупацию Северного Кипра недавно на одной из заседаний этой ассамблеи, осудили оккупацию Кипра Северного Турции, должны также осудить оккупацию украинских, молдавских и грузинских земель России. Спасибо за интервью. Будем надеяться, что какой-то день настанет, когда это все не будет так, и действительно православные народы, для которых религия имеет огромное значение, смогут жить в мире без агрессии и войны. Спасибо. Спасибо вам.